Итак, друзья, всем привет! Это программа «Разговор по-мужски». С вами я, Сергей Одинцов, и сегодня у меня очень такие серьезные гости. Это первый заместитель начальника УВД, начальник криминальной милиции, полковник милиции Шастайла Александр Иванович, и начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гродненского обл.сполкома, подполковник милиции Аполлоник Сергей Михайлович. Здравствуйте! Добрый день! Ну, давайте у меня вот, знаете, когда гости приходят, я сразу начинаю спрашивать, вот мне интересно, для каждой работы начало дня у каждого свое. Вот ваше утро и ваш день с чего начинается? Вроде серьезная профессия, серьезные должности. Как встречаете, как начинаете день? «Проснулись», «На работу собрались». Что предпочитаете делать с утра? Вообще, что вам поднимает настроение? Надо же как-то заряжаться чем-то, думать о…» «Чашка кофе». «Чашка кофе». Предпочитаете обсматривать, отсматривать, отслеживать какие-то новостные ленты или еще что-нибудь такое?» «Ну, если свободное время есть, то да». «А вообще, как со свободным временем?» «Это сложный вопрос». «Это проблематично». Я знаю, что 5 числа, 5 октября, ты уже на этой неделе, отмечается 100-летний юбилей со дня образования Уголовного розыска Республики Беларусь. Значимая дата, я думаю, для всего состава. Вот расскажите, какие мероприятия, может, у вас запланировано? Как будете поздравляться, отмечать?» «Они уже проходят эти мероприятия. Буквально несколько месяцев назад сотрудники Управления уголовного розыска принимали участие, в том числе Уголовного розыска Гродненской области, принимали участие в велопробеге, который проходил в городе Минске. Сотрудники туда наши также делегации выбывали, и они торжественно проехали по столице нашей. Какое-нибудь место или как там? Или просто? Начиная от Хургана Славы и заканчивали возле памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел, расположен в центре Минска. «Вообще, я так понимаю, в течение года все равно какие-то у вас проходят мероприятия спортивного характера, или это так вот, в честь юбилея только? Соревнования же?» «Проходят соревнования». «Да, и проходят соревнования, и в этом году тоже приурочены к 100-летнему юбилею Уголовного розыска. У нас в Бресте проходило соревнование среди подразделений управлений областных Уголовного розыска, где наша команда тоже принимала участие. Достаточно успешно выступила наша команда, мы заняли почетное третье место призовое. Присутствовали все начальники управлений Уголовных розысков, участвовали в этих соревнованиях, ну и сборная команда выбывала туда. Достаточно был интересный турнир, он освещался и в новостях в Бресте. Ну, было очень интересно». «Команда из действующих сотрудников, все действующие сотрудники территориальных подразделений, долго готовились они, даже были и шишки набиты, и травмы получены, но в конце концов подготовились, нормально, достойно выступили». «Гродинский уголовный розыск так держит марку, да?» «Стараемся». «А вообще, что на таких соревнованиях? Пулевая стрельба, бег с препятствиями, логические какие-то, ведь уголовный розыск, это как-то нужно же думать, мыслить. Чем заставляют заниматься?» «В системе Министерства внутренних дел проводится ежегодный конкурс на лучшего сотрудника уголовного розыска республики. Наши сотрудники также принимают участие в этом конкурсе и достигают в нем достаточно высоких результатов. Входит в это мероприятие, в этот конкурс различные виды и знания нормативных документов, и сдача нормативов по физической подготовке, знания оказания медицинской помощи. То есть достаточно такой напряженный конкурс. Мы также на своем уровне областном проводим соответствующий конкурс здесь, в Гродинской области, выбираем лучших и в дальнейшем делегируем их для участия в республиканском конкурсе». «Давайте немножечко окунемся в историю вашу лично. Как вы пришли в эту профессию? Это мечта детства была или как? Я в детстве тоже хотел быть и милиционером, и ленчиком, и пожарным, и кем только не хотел. Он пришел вот сюда. Как вы попали? «Что касается меня, в школе я занимался спортом. И после окончания школы поступил в университет имени Янки Купалы на факультет физической культуры и спорта. О милиции в то время я даже не думал. Собирался быть преподавателем, либо тренером по своей выбранной профессии. Время так обернулось, что на последних курсах уже начал здорово задумываться о будущей профессии, потому что, проходя, скажем так, практику учебных заведений города Гродно, не очень мне, если честно, понравилась выбранная мной профессия на первоначальном этапе. И когда стал вопрос, куда идти работать, предложили, скажем так, родственники попробовать работать в милиции. Изначально я пришел в 95-м году, в декабре месяце, в органы внутренних дел. И первая моя служба проходила инспекции по делам несрочнолетних, так как я закончил педагогический факультет, мне предложили работать на этой должности. И в течение пяти лет в Октябрьском РУВД города Гродно я отслужил в должности инспектора, старшего инспектора по делам несрочнолетних. Ну, я думаю, в то время, 95-й год, развал Советского Союза, это был полный... Да, это было очень сложное время, характеризовалось всплеском преступности и среди несрочнолетних, и преступления ими совершались достаточно дерзкие, и разбойные нападения, и грабежи, и кражи в особых крупных размерах. Поэтому работы было достаточно. У вас как? Ну, я к выбору профессии милиционера пришел осознанно уже в возрасте после 20 лет. Если сейчас сравнивать, к нам приходят уже выпускники учебных заведений, которые поступают в 17 лет, то, ну, где-то было принято решение такое по совету родных, знакомых, сотрудников тоже милиции. И я в 96-м году поступил в Академию МВД на дневной стационар. В 2000-м году пришел в уголовный розыск Лицкого РУВД на протяжении 5 лет. Там службу проходил, в дальнейшем работал в Управлении уголовного розыска. В 2005-м году были созданы специальные практические подразделения по раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений. Там службу проходил, в дальнейшем в должности начальника отдела розыскной работы в Управлении уголовного розыска. Ну, и уже в 2009-м году был направлен первым заместителем начальника УВД Ленинского РУВД города Гродно. Такой вопрос, знаете, я понимаю, что сейчас на него будет, может быть, сложно как-то ответить и может уже даже и неуместно, потому как менять уже ничего не хочется, да и зачем. Если бы не милиция, то что? Если бы не милиция, то, наверное, милиция. Где-то еще хотели бы себя попробовать в какой-нибудь сфере? Помогу мнению, если ты выбираешь определенную сферу деятельности, то надо в этой сфере деятельности существовать, жить и стараться достигнуть каких-то, ну, серьезных результатов, за которые потом мне было бы стыдно. Вот вы знаете, я вот здесь вот с вами абсолютно соглашусь. На мой взгляд, те, кто идет в медицину и в милицию, вот если они начинают там работать, то они идут до конца, да, и заслуживают больших наград и уходят уже на пенсию. Вот это действительно, скажем так, такой вот зов, может быть, совести или рвения, или желания помочь и быть таким человеком, которого уважают? К этому приходят по-разному. Многие сотрудники, которые к нам приходят, я думаю, Сергей Михайлович со мной согласится, выбирая еще вот по окончанию школы дальнейший свой жизненный путь, они еще не до конца осознают, что им придется делать, какие испытания, какие нагрузки физические, психологические им придется пережить. Вот. Становление в основном проходит где-то в течение двух-трех лет по пришествию в службу. Вот. Служба уголовного розыска, ну, она достаточно в плане психологическом сложная. Нельзя связать, что мы там очень серьезно подвергаемся определенным физическим нагрузкам, но недосып, где-то лишение свободного времени, это в порядке вещей, и, к сожалению, с этим надо смиряться, и это воспринимать естественно и нормально. Кто, к сожалению, не всегда приходящие к нам это осознают, ну, те уходят. Вообще есть какой-то процент вот таких людей как-то? Нет статистики? Сколько вот, допустим, пришедших из университетов, да, вам на работу, скажем, 50-70 процентов остаются, а остальные вот в течение этого периода как-то отсеиваются? Ну, мы такой статистики не ведем, вот, процент отсеивается небольшой, но люди, которые приходят, понимаете, тут есть специфика службы уголовного розыска, и приходят достаточно и подготовленные молодые люди, и хотят работать в уголовном розыске, но у них не всегда получается, вот, потому что определенная специфика. У тех, у кого получается, у кого есть определенная интуиция, логическое мышление, как бы, те и остаются, и работают в уголовном розыске. Если у людей не получается, значит, в органах внутренних дел имеется много различных служб, где-то они переводятся в другие службы, и достаточно успешно там проходят службы. Ну, и не надо забывать, что на вышестоящие органы, любой руководитель всегда знает, что кто прошел уголовный розыск, кто достаточно надежный, авторитетный, компетентный сотрудник, и на данный момент, вот, если смотреть в разрезе Гродненской области, то многие из нынешних начальников милиции, они прошли службу уголовного розыска. Олег Иванович Карпушкин, ныне возглавляющий Ленинский РОВД города Гродно, Геннадий Эдуардович Сидоркевич проходил службу в должности заместителя начальника управления уголовного розыска, сейчас возглавляет Гродненский РОВД. Дмитрий Мечлаевич Уляшко долгие годы также был начальником уголовного розыска Лицкого РОВД, в дальнейшем возглавил Ашмянский РОВД, а сейчас возглавляет Лицкий РОВД. Может быть, к такому вопросу немножечко подошли. Я не знаю, уместно ли это сравнение, вот вы сказали, да, из уголовного розыска становятся хорошими начальниками с таким логическим мышлением, а есть как-то, можно ли как-то вот саму структуру милиции разобрать по каким-то подразделениям, по роду занятости, и вы, ну, как-то так определить, какая все-таки главнее или сложнее? Можно так сказать? Или все службы хороши, и все друг от друга зависят? Всех зависит, конечно. Если говорить, например, по работе уголовного розыска, что кроме взаимодействия со службами непосредственно органов внутренних дел, это, в первую очередь, служба участковых инспекторов милиции, подразделений криминальной милиции, отделов по борьбе с экономическим преступлением, отделов по борьбе с наркотиками, подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, они постоянно в контакте находятся, идет обмен информацией, оказание практической помощи. Ну и, конечно, сыщики в большой степени взаимодействуют, в первую очередь, с подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь, Управление Следственного комитета по Гронинской области, Управление Государственного комитета судебных экспертиз, потому что по любому сообщению, где имеются признаки преступления, выбывает следственно-оперативная группа, в которую входит сотрудник уголовного розыска, следователь, эксперт, и они на месте совместно взаимодействуют, работают с целью получения доказательственной базы, с целью установления лиц виновных к совершению данного преступления, поэтому тут говорить и выделять непосредственно уголовный розыск из контекста общей системы взаимодействующих структур, наверное, будет сложно. Вернувшись, скажем так, в прошлое и в настоящее, вот у меня, я сам приезжий в Беларуси не так давно, жил в России и тоже имел честь общения с руководителями внутренних органов. Вспоминая, допустим, конец 90-х, начало 2000-х, полиция, сейчас в России уже, да, на тот момент милиция была одна, сейчас совершенно другая. Я не говорю о технических каких-то средствах и новшествах, я говорю об отношении населения к этой самой службе, к милиционерам. Вот в Беларуси также уважения сейчас больше, чем тогда. Ведь раньше, я как помню, вот по своим, да, по молодости тоже и шалили, и были, да, не скрою, были какие-то такие легкие проблемы административного характера с органами внутренних дел. Милицию, ну вот я не знаю, не доверяли, скажем так, милиции. Сейчас же, вот на мой взгляд, все наоборот. В Беларуси, в Гродно, так? Нам сложно давать оценки такие. И раньше в МВД Республики Беларусь ежегодно несколько раз проводило анкетирование населения с целью получения сведений о тех проблемах, которые существуют по взаимодействию органов внутренних дел с населением, по кредиту доверия. Вот с 2018 года независимый институт проводит соответствующее анкетирование. Вот буквально несколько месяцев назад поступили сведения по итогам полугодия, то в целом население Гродненской области нашей милиции доверяет. Я думаю, так и должно быть. Мы будем стараться со своей стороны эту планку только повышать. Вот тогда скажите о планке повышения. На ваш взгляд, наверняка, может, не только на ваш взгляд, то количество правонарушений, преступлений, да, Вот от чего оно зависит? Уменьшение его? От профилактической работы, от ужесточения наказания или еще какие-то факторы? От того, что вы назвали, и еще значительно количество различных факторов. Экономическая составляющая имеет важное значение, менталитет населения имеет большое значение. Если братья республику и области, да, Беларусь, есть ли у вас, может, знаете ли вы, какая область вот менее спокойная такая, где вот постоянно что-то происходит, а какая более такая вот ровненькая? Различий нет. То есть во всей Беларуси все средне? В целом обеспечивается общий достойный правопорядок. Мы в этом плане также взаимодействуем с нашими коллегами из других регионов Республики Беларусь, в постоянном контакте находимся. По нашим, совершенным на территории Гродненской области, преступлениям выезжают сотрудники служебной командировки в другие регионы. Почему? Потому что, ну, будем говорить так, открытые границы, они позволяют в том числе в Гродненскую область приезжать противоправным элементом здесь и совершать на территории Гродненской области преступления. Вот буквально в прошлом году сотрудниками управления уголовного розыска совместно со своими коллегами из Бреста была задержана преступная группа воров-гастролеров из жителей Российской Федерации, другого из регионов Республики Беларусь, которые совершали тяжкие кражи и жилищ граждан. При этом проникали в квартиры, не оставляя после себя никаких следов. Были случаи даже, что потерпевшие обнаруживали, что у них похищены значительные денежные средства, по прошествии недели-двух. И вот благодаря грамотным и умелым действиям именно сотрудников управления уголовного розыска эти лица были установлены и в дальнейшем задержаны, на данный момент привлечены к уголовной ответственности. Поэтому мы здесь не запираемся в своих рамках, работаем буквально, скажем так, при возникновении такой ситуации быстро. А вообще часто бывает, что противоправные эти самые элементы из-за границы, из-за рубежа? Часто такое случается? Ну, преступников, иностранцев у нас немного. В основном наши граждане. Мне кажется, преступники и иностранцы – это в основном нарушители пограничного режима. Ну, в основном, да. Мы меньше с ними сталкиваемся. Хорошо. Может быть, такой провокационный вопрос. Ну, хотя разговор по-мужски, и должно быть все по-честному, да? Как вы думаете, есть же не всегда плюсы, скажем так, отношения простых жителей к милиции? Вот как вы думаете, за что чаще всего, ну, не то чтобы недолюбливают, вот чем недовольны жители в работе милиции? Бывает ли такое? Если судить по тем оценкам, которые даются, то в основном, когда мы проявляем неполную компетентность, объективность, когда остаются вопросы у граждан, когда они к нам обращаются со своими проблемами и считают, что все должно быть, по их мнению, таким образом сделано, справедливость восстановлена, и когда возникают определенные нюансы, в том числе юридические, тогда, естественно, до конца, когда мы не можем удовлетворить полностью все эти требования граждан, тогда к нам возникают определенные вопросы. Мы в этом плане соответствующую работу проводим, достаточно серьезную и достаточно жесткую по отношению даже к своим сотрудникам. Почему? Потому что также считаем, что если гражданин к нам обратился с бедой, мы должны сделать максимальную возможность, чтобы ему в этой проблеме помочь. В вашей практике были такие случаи, вот благодарили вас, за что, как? Были. Так, приходят с цветами, не знаю, там, что говорят, за что? С цветами не приходят, но, наверное, когда сотрудникам говорят спасибо за то, что в кратчайшие сроки было раскрыто преступление, такие случаи и в моей практике были, и в практике Сергея Михайловича тоже были, постоянно, постоянно возникают. Я вот когда занимался розыском без вести пропавших, то приходили люди, благодарили, говорили спасибо за то, что мы нашли в кратчайшие сроки человека, который, ну, уже считали уже, что с ним случилось несчастье. Вот сейчас такая как раз-таки тенденция пошла, опять же, по парапажам. Время грибное, ягодное, да, уходят люди, вот мне непонятно, почему уходят, не предупреждают, не говорят, не берут с собой ничего. Наобум так идут, думают, что их найдут всегда. Да, из года в год эта работа с населением проводится, и сотрудниками уголовного розыска, и сотрудниками других профилактических служб милиции. Вот сейчас, ну, не часто, а и в СМИ мы эту информацию предоставляем, и где-то в районных газетах предупреждаем население. Вот, ну, пропадают кто? Пропадают пожилые люди, которые все-таки надеются, что, как бы, ничего с ними в лесу не случится. Но мы работаем еще, скажем так, и с их детьми взрослыми, чтобы они их предупреждали, чтобы пожилой человек, который уходит в лес, чтобы он взял мобильный телефон, взял какие-то запасы еды, запасы воды, лекарства, да, если вдруг ему плохо станет, чтобы он мог вовремя принять это лекарство и где-то поправить свое здоровье. Но не все прислушиваются. Но, тем не менее, мы эту работу проводим и в дальнейшем будем проводить. Еще, знаете, такой вот бич 21 века, последних лет лет лети уж как минимум, мне кажется, не только в Белоруссии, но и вообще по всем странам бывшего СНГ, в России уж, я на моей памяти столько было и получения этой информации, это, скажем так, мошенничество через интернет, через мобильные телефоны. Вот часто в Беларуси, я пару раз слышал, что мошенники вот это вот через карты. Сталкиваемся через карты. Но на данный момент у нас существует подразделение по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Это тоже в свое время, когда возникла уже такая проблема в Республике Беларусь, были созданы такие соответствующие подразделения в криминальной милиции. В основном они занимаются. Сотрудники уголовного розыска, специфика раскрытия их мошенничеств. В основном это связано с лицами, которые занимаются гаданием, обманом, с различными денежными средствами, с имуществом каких-то граждан. Поэтому здесь необходимо делить, что по карточкам, что непосредственно в контакте друг с другом происходит. Мне кажется, здесь вот людям нужно прям каждый день об этом говорить. Говорим, в том числе и с вашей помощью. Мы постоянно приводим яркие примеры, когда под любыми такими даже непонятными, благовидными, можно так сказать, предлогами, связанными, например, с покупкой попугайчика из Африки или же каких-нибудь собачек из Китая, люди перечисляют деньги, неизвестно кому, неизвестно за что. И в дальнейшем, когда уже эта сделка не происходит, тогда обращаются к нам. Устанавливаем в том числе. И здесь в этом плане мы также работаем, соответственно, с Интерполом. Наши сотрудники также имеют возможность выходить на своих коллег, других правоохранительных органов. И по нашим запросам, в том числе устанавливаем виновных за пределами Республики Беларусь в других странах. Ну, действительно, на мой взгляд, это тоже и проблематично. И, ну, раз бывает, установить неизвестных номеров, звонят зарегистрированных, вообще непонятно где. Всегда остаются определенные следы. Самое главное для сыщика эти следы найти и по ним найти преступника. Немножко из вашей практики, буквально у нас немного остается времени, вот расскажите буквально в двух словах, самое долгое преступление, вот сколько вот раскрывали у вас, у вас? Ну, преступлений много было, которые мы раскрывали долго, но запоминаются, скажем так, особо тяжкие-тяжкие преступления, по которым длительная работа. Было время, когда по одному убийству работали на протяжении трех лет, не трех лет, а трех месяцев, вот раскрывали. Было убийство, которое больше года раскрывали. Вот, также было несколько убийств где-то в течение девяти месяцев. Все они были резонансные, и какое-то особое удовлетворение получаешь от этой работы, когда все-таки есть конечный результат. Через три месяца, девять месяцев, через год, но ты устанавливаешь лицо, которое совершило это преступление, оно понесло заслуженное наказание. Из моей практики, скажем так, что касается тяжких, особо тяжких, у меня вот было три преступления, по которым люди были приговорены к исключительной мере наказания. Такие преступления... Ну, а преступление, вот, буквально так же, в прошлом году сотрудниками уголовного розыска было установлено лицо, совершившее на территории Ленинского района города Гродно преступление... Сколько лет прошло? Девять? Семнадцать лет. Да, семнадцать. Семнадцать лет, и вот благодаря взаимодействию и новым возможностям наших экспертов вернулись обратно вот к убийству девушки, которое было совершено на территории Ленинского района города Гродно, и в конце концов доказали, получили соответствующее доказательство причастности и вины преступника, даже двоих, вот, и они на данный момент, в соответствии с приговором суда, привлечены к значительным срокам от бытия наказания. Двадцать годы лишения свободы получили, да, по этому делу мы семнадцать лет проводили работу, как бы, может быть, не так активно, как по другим преступлениям, в связи с учетом того, что длительный период времени, но каждый год мы к этому преступлению возвращались, рассматривали его на наших совещаниях, выдвигали дополнительно какие-то версии, смотрели те моменты, которые, может быть, по которым мы ранее работали, и были какие-то моменты упущены, и вот в процессе семнадцатилетней работы... А бывает такое, когда вот сложное какое-то преступление, которое нужно, вот подсказка приходит во сне? Или где-то вот ее там увидели со стороны, или как-то вот бах, и озарение пришло? Во сне, наверное, это уже определенный опыт, когда сотрудник имеет, тогда уже когда по незначительным каким-то моментам, по деталям, складывается определенная картина, и тогда вот в конце концов и получается результат. Тут Сергей Михайлович в январе этого года был руководителем оперативной группы, которая занималась раскрытием убийства в городе Волковыске. И вот, наверное, по наитию, но во сне не видел, но по наитию определенному по мелким незначительным деталям, по косвенным признакам, в конце концов, удалось выйти на преступника. Тут взаимодействие с экспертами, со следователями, получить непромеживые доказательства, и на данный момент тут в суде Гродинской области рассматривается это уголовное дело, и будем думать, что результаты труда сыщиков, они будут, соответственно, в приговоре изложены. Ну, я думаю, все преступники будут наказаны непременно. От наказания никто не уйдет, а вообще лучше, конечно, это же не совершать ничего. Спасибо вам огромное, что пришли. У меня, к сожалению, лимит программы не ограничен. Ну, и я поздравляю вас еще раз с вашим юбилеем, со столетием, со дня образования уголовного розыска Республики Беларусь. Вам, вашим коллегам, желаю только успехов в работе, раскрытия всех преступлений, чтобы никто безнаказанным, как говорится, не ушел. В преддверии столетнего юбилея уголовного розыска хотелось бы поздравить ветеранов нашей службы, пожелать им крепкого здоровья, чтобы они себя нашли уже в гражданской профессии, особенно те сотрудники, которые недавно ушли на заслуженный отдых. Вот. И в преддверии уголовного розыска побольше приятных волнений в связи с проведением праздничного мероприятия. Большинство, не большинство, а мы практически всех ветеранов будем приглашать на торжественное мероприятие. Я думаю, что стоит, конечно, в первую очередь поздравить и действующих сотрудников, и членов их семей. Почему? Потому что на них сейчас возлагается, скажем так, основная нагрузка по выполнению поставленных перед нами задач. Ну и, конечно, близкие и родные, которые всегда сопереживают, всегда их ждут дома, всегда с трепетом отпускают на работу и с любовью ждут обратно. Всех с наступающим праздником. Еще раз тоже вас поздравляю с праздником и успехов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.